всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня у меня будет обзор рыболовный шнур фирмы berkeley называется он fireline вот заходил тут магазинчик ну скажем так интернет магазинчик но я сам забирал товар по хабаровскому потому что этот интернет-магазинчик находится у нас в хабаровске вот и вот посмотрел такой шнур и решил попробовать его купить ну бренд называется berkeley или berkeley как там в основном называет berkeley все скажем так ну fireline тоже известный бренд несмотря на свою скажем так известность и популярность у меня вот лично никогда не было такого шнура скажем так вот и скажем из людей моего окружения рыболовов тоже не у кого не было вот этих плетеных шнуров бренда berkeley но слухи такие упорные ходишь у как бы шнуры неплохие и вот я никогда ими не пользовался и вот просто у меня такое желание просто тупо попробовать я взял его просто попробовать вот чтобы что-то сравнить и про что-то говорить нужно все попробовать выбрать что-то свое да и уже можно говорить какой этот шнур шнуров у меня было достаточно много всяких разных это является из одних моих направлений попробовать по возможности всякие разные шнуры их затестить ну и сказать про них вам уважаемые как они себя зарекомендовали вот я там поговорю с продавцом в этом интернет магазине когда приехал забирать шнур он говорит что вот из всех fireline вот именно этой маркировки braid вот написано он говорит что вот это самый прочный и один там из самых лучших шнуров этого бренда вот здесь вот можно даже увидеть что идет картинка такая что якобы шнур у нас является идеально круглым по плетению если даже посчитать то он даже является восьми жильным видите вот он как сплетен из восьми жил но на самом шнуре никаких маркировок которые бы говорят а его 8 жильности я нигде не наблюдаю вот ну и все-таки я решил до этой истины докопаться что же нарисовано на картинке и что не написано на упаковке вот здесь есть такой пробный тестовый кусочек чтоб на ощупь люди посмотрели это конечно плюс когда берешь упаковку чтоб не доставать его взял на ощупь потрогал шнур очень как бы да бонус классно скажем так вот и решил провести ряд своих определенных может быть стандартных или нестандартных тестов сзади вот этот шнур выглядит вот таким видом видно что он выполнен из материала дуниема вот ну дуниема у нас является одним из самых прочных волокон на сегодняшний день может быть там еще чего-то изобрели ну я про про это может быть не в курсе но внушает как бы сказать доверие вот решил я посмотреть видно что они тут опять расписывают свое уникальное оплетение в этом шнуре брейд вот все тут рекламу что он там оттуда-сюда не поддается ни тому ни сему круглый не расширяется ничего что вот прям хороший шнур да я тоже наслышан про этот бренд беркли ну думаю надо же попробовать а то как так жизнь проходит а я не попробовал как-то бренд уже давнишь не так вот это все интересно распаковывается виде такой книжечки очень так культурный как удобно достается оттуда такой шнурок вот сама шпуля выглядит таким вот образом тут можно увидеть всю информацию которая она происходит который они предлагают увидеть намутан уже очень качественно такой липкой штукой видели к пластыря заклеен мне такие очень нравятся вещи я в таких я во многих шнурах уже видел такие вещи это в ультракасте spider white на они постоянно такие же делают видели к пластыря заклеечки одним словом это американцы у меня такое ощущение что все что-то у них там где-то рядом все крутится вот если так попробовать шнур то чувствуется что он прям как пилка прям даже режет палец он может быть и скользкий но за счет своего этого структуры он прям пилит и будет очень сильно шуметь не знаю слышно будет на камеру прям чувствуется как он ногтем поджимаешь он шумит шуметь он будет очень сильно если будет по такой структуре попадать еще и абразив каких-то реках то шнур с таким с такой структурой плетения очень здорово будет пилить ваши кольца кольца если кольца не фирменная не зиг не сек или еще какое-нибудь да некачественная то их может просто пропилить так ну начнем а мифе этом какого же скольки жильный этот шнур и а то шнур взял раз маленько как бы сказать кончик распушил ну тут будет не будет видно все вот эту вот структуру вот и волокна разделяю очень четко видно что шнур у нас является четырех жильным вот не знаю как вам показать всего шнур четырех жильный ни о каком тут рисунке вот этом нарисованном что тут 8 жил не может быть и речи но можно сказать так ну это же рисунок ничего ж не написано так что мы вас как бы не обманули да ну и на полу на упаковке действительно ничего не написано что шнур является восьми жилкой то есть шнур у нас обыкновенная обыкновенный четырех жильный шнур это видно сразу же по его структуре плетения и уважаемый не ведитесь вот на этот вот рисунок все это неправда все это не так на каком-то маленьком этапе в каком-то миллиметре он не является кругу но он не так сплетен не восьми жильный и не такой уж идеально круглый вот провести элементарный тест что шнур у нас круглый это вот можно видите покрутить вот таким образом видите что крутится он достаточно равномерно это говорит о том что действительно сечение шнура видите безо всяких рывков прям плавно он прокручивается это говорит о том что действительно шнур относительно приближен к окружности да это действительно так но его структура как и у всех остальных четырех жильных шнуров чтобы понимали я сейчас попытаюсь нарисовать как это примерно выглядит не разрезе а сбоку посмотреть это вот выглядит вот такими вот как бы волнами ну как сосиски вот эти сбоку посмотреть тот такая вот структура шнура ну и вот теперь можно поговорить о его диаметре заявлено и разрывной нагрузки заявлены диаметру не 0 14 миллиметров ну по факту оказалось 0 22 вот как то так то есть файлайн очень сильно промахнулся верни биркли промахнулась 0 14 до 0 22 при том что 0 22 это вот в его утолщение и вот это вот косички то есть вот это вот расстояние 0 22 соответственно вот это расстояние тонкая я померить просто не могу ну и соответственно рыба будет это видеть когда он будет идти крутиться конечно все вот как бы по одной линии да вот по этой вот соответственно для рыбы будет восприниматься 0 22 я считаю что это правильный замер вот в этом месте вот такой получается у нас не точность 0 14 до 0 22 ну теперь скажем про его разрывную нагрузку разрывная нагрузка этого шнура получается 14 килограмм 600 грамм на безузловой застежки получилось 8 килограмм и при дальнейшем тесте чем я больше скажем так раз на на отрезанном участке проверял его нагрузку до тем самым эти показания сползли до 7 килограмм вот еще раз повторяю что пока участок бог свежий скажем так он показал на безузловой застежки 8 килограмм а потом по мере дальнейших тестов все это начиналось ползать сползать до 7 килограмм и в районе 7 килограмм скажем так ну грубо 7 килограмм устаканилась остановилась и дальше уже стабильно показывала разрывную нагрузку 7 килограмм вот от реальной цифры это тоже далекий результат но узле я проверять уже не стал не стал подбирать оптимально подобранный узел но в принципе я скажу так на оптимально подобранном узле эти результаты будут в районе килограмма меньше примерно где-то вот так вот ну и что могу сказать цена этого шнура мне обошлась в городе хабаровске 1600 рублей как-то так недешево я вам скажу но то уже сегодняшние цены в интернете его можно найти как бы там и подешевле рублей там на 100 на 200 но цена его как-то вот такая вот ну и что еще могу подытожить вот по соотношению скажем так диаметра к разрывной нагрузки до его результаты далеко не лучшие скажем так а если конкретнее сказать то вот его результаты по отношению диаметра к разрывной нагрузки вот одни из самых худших шнуров которые мне вот действительно доводилось видеть и тестировать то есть он попадает в этом плане в разряд одних из самых худших шнуров которые мне довелось видеть ну будем пробовать на воде посмотрим как он будет устойчив к абразиву обычно все четырех жильного плетения шнуры они достаточно прочная к абразиву на износ надеюсь что он эти параметры свои такие не очень выдающиеся будет показывать в течение долгого времени вот все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал информацию я даю более полную стараясь вам преподнести делитесь видео с друзьями дальше по мере его испытаний на воде всех шнуров я буду по результату рыболовного сезона буду дальше вам рассказывать спасибо за внимание до свидания до новых встреч уважаем до новых встреч